Всем привет, ребята! С вами Релна и Лолики. И мы расскажем вам об историческом важном СССРском танке, который участвовал в войне. В общем, будущее поколение А-20. Скажи что-нибудь, Денис. Чё ты огнёс? Короче, ладно. Ладно, давайте начнём. В общем, о пушке ДПМ огромный, ребят. ДПМ это урон в минуту, реально огромный. А я не знал. Эта пушка, короче, гораздо хуже вот этой. Ну, по моему мнению, так что... Вот представьте, если там, ну, в корму стрелять какому-нибудь танку, вот он, поджечь его за 26 выстрелов в минуту, это очень легко. Ну, в общем, выбирайте эту пушку всегда. Даже на ИС-7. Отстань, Денис. Выбирайте эту пушку всегда. Ну, на ТТ-4, естественно. Так, у меня нет ТТ-385, поэтому я его показать не могу. Ну, в общем, скорость, ребят, у него как, примерно как у тяжей. Она не похожа на СТ-шную скорость. Так, ну, из модулей... Ну, поставьте, так, вот это 10 скорости сведения, и... Ну, можете поставить 10 кремлевое заряжание, но она слишком быстрая, поэтому я не считаю, что тут ещё что-то надо ставить. Так, ну, поставьте 7 голды, чтобы в конце боя, если что, 100% пробивать. И, ну, стандартное, можете поставить снаряжение, и это, если хотите, регулятор оборотов. Так, ну, всё вроде рассказали. Прочность у него очень маленькая, ребят. Ну, КВ-1 можно как-нибудь победить, если он будет мазать. Так, и что, Денис, ты хотел рассказать об этом танке? Он клёвый. Он классный, ребят. Он, ну, реально нагибает. У меня на нём самая лучшая стыта. Так, ну, перейдём к бою, ребят. Ребят, так, мы зашли в бой на Вестфилде, стандартный бой. И тут я поехал за ЗАЗА-СТшками. Ну, правильный выбор, когда у вас много тяжёлых танков. Скажи что-нибудь, Денис, что ты думаешь об этом? Он клёвый. Ну, короче, вот тут я регулятор этих оборотов взял. Ну, они мне не понадобились, в общем-то. И маскировочную сеть я не использовал. Просто получил мастера. Да. Да. Благодаря мне. Нет, он, короче, не играл в этом бой. Он просто так сидит. Да. Чтобы не играл? Нет. Короче, в общем. Так вот же я, вот-вот-вот я. Я не долг. Нет, этот нету. Короче, ребят, тут я поехал за СТшками. И сейчас буду всех нагибать. Но мы не смотрели этот бой, поэтому я примерно не помню, что там вообще было. Я помню, просто ехал за СТшками, тут кого-то убил, там кого-то убил, здесь кого-то убил. О, вот и классик наш, первый постоялец, как сказать. Так. Никак не говори. Ну ладно. Ну, в общем, пожар, ребят, это часто, когда вы стреляете, там, особенно если в корму, не в жопу, ребят, это плохое слово. Так. Которое ты каждый день говоришь. Короче, ладно. Денис, не зли меня. Я сейчас буду стрелять по танку. Ладно, я тебя доведу. Я стреляю по танку. Ой, косожопый. Нельзя так говорить. Вообще, сейчас в интернете ребят, это, ну, сказали, что нельзя говорить плохие слова вообще нигде, писать нельзя. Это говорит будущий философ. Не верьте. Короче, ну, нельзя там маты писать и всё такое, и говорить вообще нигде нельзя. Использовать. Короче, молчите просто. Короче, я как про почти его убил. Ну, короче, зачем-то взял, я там стоял пару раз. Ладно, и тут наша ёлочка сливается. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Лю-ли-лю-ли стояла. Лю-ли-лю-ли стояла. О, Квасик, привет, дружба. Ты его не убьёшь? Я его убью. Ты чё, я, я поводу конца бой, я же про, ты что, Денис? Да. Ты что, смеёшься? Да, я смеюсь. Смотрите, он чё, ты меня поехал на таран, вот нищие. Чтобы забрать какого-то таран, он поехал на таран зачем-то. Ребят, он дно. Ребят, реально он дно. Я вам говорю. Он не может попасть. Вот просто автоприцелом убиваю, как монстр. Потому что мне было лень целиться, ребят. Иногда используйте автоприцел, потому что так можно посолить за игрой хотя бы. Просто нажимать кнопочку. И что-то тут я делаю не то. И вообще не то делаю. Нет, ты что, Денис? Я же его сейчас стреляю. А, да, ты жрел. Смотрите, ребят, какие сейчас. Блин, я его не убил. Это потеря-потерь. Что-то я тут тупанул. Сейчас я его сделаю, давай. Чувак, блин, не пробил. Ну, это бывает, конечно. Так, тут я еще голду даже не купил. Это очень моя ошибка большая. Так бы я голду сейчас пострелял. Тут ВКшка, как школьник какой-то, ну, бас. Едет к нам. Я не понимаю, зачем он, наверное, хотел Т-43. Я не знаю, что это просто добиваю урон на нем. Он даже не понимает, что, что его крушит так жестоко. Не понимаешь, что это за чудо, который сейчас его убьет. Я его убью. На уровень меньше, да. Вот, нищие реально, ребят. Он просто что-то делает. Я бы его, наверное, на МС-1. Наверное, может быть, я не знаю. Я знаю. Ты же в корму не пробьешь. Да, понятно. И я тут отстреливаюсь, ребят. Ну, я допустил ошибку, что он по мне произвел. Выстрел, попал. И тут я, если не ошибаюсь, я больше ничего не сделаю в этом бою. Ладно, давайте мотнем немного, что он побыстрее. Потому что тут я, как профи, не знаю, как сказать, забираюсь в гору. Я даже тут регулятор оборотов вырубил. А потом вырубил. Ну, все равно. Так он же повреждает двигатель. Я знаю. И тут, блин, жалко, я КВ-3 еще не постоял. Мне бы опыта побольше дали. Так я не так торопился. Это из чего ускорено камер. И давайте, ребят, всем пока. Это был реплей. И с вами был кто? Динька. И Динька. И я, Леша. И сейчас вы посмотрите результаты боя. Моего. Моего. Жестокого боя. Это мой бой. Короче, он шутник у нас такой, ребят. Все, давайте всем пока. И играйте на Т-34. На Т-34. Там великом танк. Все пока, всем.